Господи, еще мельче шрифт, просто вообще нереально было сделать. Всем привет! Я знаю, что среди вас очень многие ищут хорошую антиэйдж тональную основу, потому что очень много я получаю таких комментариев и сообщений в личку. Сегодня вот как раз все планеты могут сойтись, потому что я буду тестировать сегодня тональную основу. Мало того, что антиэйдж, так ищу из бюджетного сегмента. И я сейчас говорю о тональной основе от L'Oreal, которая называется Age Perfect. И здесь так и указано, что это антиэйдж тональная основа с сияющим финишем. Если вы не впервые на моем канале, то вы знаете, как я делаю тест-драйвы. То есть я не просто сейчас поговорю об этой тональной основе, я обязательно покажу, как эта тональная основа наносится, и это будет в макросъемке. Также я покажу, как она выглядит при дневном освещении. И, конечно же, мы с вами проверим ее стойкость на протяжении дня. В самом конце видео я буквально слегка зацеплю ее состав. Главные и ключевые ингредиенты мы разберем и, конечно же, подведем итоги. Насколько я понимаю, линейка Age Perfect это совершенно не новая линейка, но именно вот в таком вот формате я эту тональную основу встречаю впервые. И мне кажется, что это либо новая формула этой тональной основы, либо это в принципе новая тональная основа. Но она на Натина как раз была заявлена как новинка. Что касается ее каких-то общих характеристик, то тональная основа сделана во Франции. Здесь 30 мл стандартный объем. Срок годности у нее 12 месяцев после начала использования. И также у нее есть SPF 17. Если зайти на сайт L'Oréal, то они, знаете, наверное, руководствуются правилом краткость Сестра Таланта, потому что, ну, очень мало о ней сказано. Написано, что это их первая, очень легкая по ощущениям тональная основа, которая разработана специально для более зрелой кожи. Она должна скрывать морщины и создавать на них такой как расфокус. И также написано, что у вас будет более яркая, гладкая на вид кожа. И это в принципе все, чем они ограничились. Больше никакой информации дополнительно нет. Все очень кратко. Поэтому я сейчас предлагаю перейти в макросъемку и начать все-таки ее тестировать. Как видите, я слегка приблизила камеру для того, чтобы вам лучше было видно, как тональная основа ложится мне на лицо. И я предлагаю сразу переходить к тестированию. Последнее, что скажу, оттенок я себе взяла номер 130, который называется Golden Ivory. Мне кажется, оттенок удачный. В принципе, должен мне подойти. Но опять-таки мы с вами сейчас это проверим. Обычно в L'Oréal мне абсолютно не составляет труда найти свой оттенок. Ну, тем не менее, давайте пробовать, вдруг он окисляется или что-то еще с ним происходит. Что касается консистенции, то, как видите, она плотная. Тональная основа не течет, держится на палитре. Да, думаю, оттенок должен мне вообще идеально подойти. Наносить я буду, как обычно, спонжем. И, в принципе, в возрастном макияже это, наверное, один из самых предпочтительных способов нанесения. Ни кисть, ни руки, ни какие-то еще приспособления, а именно спонж лучше всего работает как раз-таки в возрастном макияже. А мы сегодня тестируем возрастную тональную основу. С этой тональной основой довольно легко переборщить, потому что, кажется, наносишь немного. Когда начинаешь растушевывать, видно прям, что она хорошо растягивается. То есть, вот такую вот кляксу вполне можно растянуть прям вот по всему лбу. И больше даже не нужно. И покрытие. Я сразу замечаю, что покрытие очень хорошее. То есть, действительно, нам обещали от среднего до плотного. И я вот именно сейчас это и вижу в зеркале. Очень хорошо перекрывает эта тональная основа какие-то недостатки. Прям как будто я себе новое лицо моделирую, а не наношу тональную основу. Очень мне пока все нравится. Ну что ж, первые впечатления. Вы знаете, тональная основа достаточно плотной консистенции. То есть, даже вот когда вы только-только начинаете наносить, вы сразу понимаете, что это будет как минимум среднее покрытие. Но в то же время, если вы хотите, вы можете ее наслыть и больше. То есть, сделать уже и плотное такое покрытие, если нужно перекрыть какие-то большие недостатки. Пока что она очень хорошо работает с текстурой лица. Нигде я не вижу, чтобы она что-то подчеркивала. Куда-то заваливалась, где-то трескалась. И как-то в целом плохо себя вела на лице. Пока что мне прям все очень нравится. Но, естественно, мы знаем, что первые впечатления, это только первые впечатления. Самое важное, это то, как тональная основа продержится на протяжении дня. И что самое важное в антиэйдж тональных основах, как мне, по крайней мере, кажется, это чтобы они в первую очередь не подчеркивали существующие морщины. И во вторую очередь, чтобы не было ощущений перегруженного лица. В антиэйдж макияже мы, наоборот, пытаемся вернуть юность. Поэтому тонкое покрытие, которое не будет выглядеть маской, здесь очень важно. А сейчас я предлагаю немного прерваться. Я закончу свой макияж, поэтому пока не выключайтесь. Ну что ж, макияж я закончила. И вы знаете, впечатления пока что у меня прям вот самые лучшие. Я смотрю на себя в зеркало, и пока что я не вижу, к чему придраться. Мне нравится и финиш, мне нравится покрытие. Мне нравится, что она действительно не подчеркивает ни морщины, ни какую-то текстуру кожи. Все выглядит очень красиво. И вы знаете, в целом, вот когда хорошая тональная основа на лице, сразу это задает тон вот общему макияжу. И я вот так на себя смотрю, мне сейчас нравится, как выглядит мой макияж. Единственный момент, мне кажется, что эта тональная основа идеально подойдет для тех, у кого комбинированная или более склонная к жирности кожа, нежели сухая. Потому что по ощущениям она именно такая. Я не могу сказать, что она какая-то подсушивающая. Для сухой кожи, мне кажется, здесь немного не хватает увлажнения. Потому что, когда наносишь тональную основу именно для сухой кожи, прям чувствуется, как будто влага появляется на лице. И это прям очень приятное чувство для сухой кожи. Пока что на данный момент для такой вот сухой или обезвоженной, безжизненной, увядшей кожи, мне больше всего нравится тональная основа от Lumine, которая называется Natural Glow. Вот это та тональная основа, которая может просто вдохнуть жизнь в такую более увядшую кожу. Что же касается этой, мне кажется, у нее просто немножко другое предназначение. Почему я сказала, что она, на мой взгляд, больше подойдет для комбинированной или жирной? Потому что возрастной макияж, это не обязательно сухая какая-то увядшая кожа, это также может быть и жирная кожа. И вот как раз-таки я знаю, что очень многие мучаются с тем, что у них более какая-то пористая кожа, более жирная, но при этом они не хотят, чтобы морщины подчеркивались, тоже хотят, чтобы все хорошо держалось, лицо не блестело вот этим жирным блеском. И вот как раз вот это, мне кажется, здесь по всем этим пунктам проходится и просто ставит галочки. Что касается ее состава, то он здесь написан просто микроскопическими буквами. Я вообще не знаю, кто может даже со стопроцентным зрением это нормально читать. И вы знаете, в целом, в принципе, состав неплохой. Единственный вопрос у меня здесь вызывает бензиловый спирт. Бензиловый спирт это консервант. Но тут также есть и другие консерванты, например, феноксиэтанол. Феноксиэтанол, на мой взгляд, один из самых, наверное, наименее противоречивых консервантов. Зачем было добавлять еще бензиловый спирт, я не уверена. Но, видимо, они посчитали, что это необходимо. Тем не менее, я знаю, что к спиртам у всех разное отношение. В общем-то, мой долг, по большому счету, просто вас предупредить, а выводы вы уже делаете для себя сами. В общем-то, в тональной основе есть бензиловый спирт. Весь остальной состав у меня не вызывает каких-то противоречий, не вызывает каких-то серьезных вопросов. Поэтому, если вы нормально относитесь к бензиловому спирту как к консерванту, тогда можете смело пользоваться этой тональной основой. Ну что ж, по каким-то основным характеристикам у меня все. И теперь я предлагаю вам посмотреть, как эта тональная основа выглядит при дневном освещении. Я напомню вам, что у меня на канале очень много разных обзоров тональных основ, в том числе, например, та же Lumine. И вы можете параллельно открыть несколько видео с обзорами, посмотреть ту же съемку при дневном освещении, то же нанесение в макро и просто-напросто сравнить и сделать выводы, что вам нравится больше. Сейчас у нас на часах 15-20, ну, будем считать, что тональную основу я нанесла в 3, хотя, в принципе, я даже раньше, чем в 3 ее нанесла. Тем не менее, я сейчас предлагаю перейти к кадрам уже в конце дня и посмотреть, что осталось от этого макияжа. Сейчас на часах уже ни много ни мало полдвенадцатого ночи, и я, если честно, очень сильно уже хочу спать, поэтому постараюсь сейчас быстренько подвести итоги. В целом, я осталась очень довольна тем, как продержалась тональная основа на мне. Вы знаете, чем дольше я ее носила, тем больше она мне стала напоминать гораздо более дорогую тональную основу от La Mer, которая называется The Soft Fluid Longwear Foundation. Они действительно очень похожи как на вид, так и по своим характеристикам и по тому, как они держатся на протяжении дня. Эта тональная основа немного более плотная, то есть, если вы хотите прям что-то такое незаметное на лице, чтобы это было тоненьким флюидом каким-то, то это не эта тональная основа, это немножко более плотная, немного более перекрывающая, но в то же время, мне кажется, стойкость у нее действительно феноменальная, и вот по всем пунктам, которые были заявлены, мне кажется, она отлично справилась. В первую очередь, это то, что она действительно не заваливается в морщины и не подчеркивает морщины. Я сейчас не вижу ни одного места у себя на лице, где бы вот действительно она потрескалась, стала бы какой-то сухой. Все выглядит очень прилично, и мне кажется тоже, что лицо абсолютно не выглядит жирным, каким-то блестящим, хотя действительно прошло немало времени, и учитывайте тоже, что сейчас зима, сезон шапок, шарфов, то есть, все это все равно как-то обтирается в какие-то предметы одежды, но в то же время, мне кажется, что лицо выглядит очень прилично. Я бы сейчас своему макияжу поставила, ну, где-то, наверное, 4 с плюсом. Единственный недостаток, это если уже придираться, она немножко завалилась у меня в поры на носу, то есть, когда я ее только-только нанесла, она прям ровненько легла, прям сгладила всю текстуру, но вот сейчас я смотрю, что вот каждую пору можно рассмотреть, в принципе, у меня на носу, но так поступают, наверное, 99% всех тональных основ. В заключение могу сказать, что мне понравилась эта тональная основа, я ее вполне могу рекомендовать. Скорее всего, она подойдет, как я уже и сказала, для комбинированной или более склонной к жирности кожи, и если вы хотели попробовать L'Amer, то я бы вам советовала начать, наверное, с L'Oreal, посмотреть, как она на вас держится, нравится ли вам такой эффект, и потом уже, возможно, переключаться на вот это, потому что, действительно, они между собой очень похожи, и можно понять, нравится как минимум такая текстура, лица или нет. А у меня на этом все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если так и было, обязательно поставьте мне палец вверх, напишите тоже мне, какая у вас самая любимая антиэйдж тональная основа, если у вас такая есть, и если вы пробовали вот эту от L'Oreal, обязательно оставляйте свои комментарии под видео, чтобы зрители могли ориентироваться не только на мое мнение, но также и на ваше. Перед уходом не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны, это можно сделать, нажав на вот эту круглую иконку вот здесь вот, и также YouTube сейчас вам предлагает и другие мои видео, если у вас есть еще минутка, обязательно посмотрите, а если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся очень скоро в моем новом видео.